Всем привет, меня зовут Константин. Сегодня мы начинаем проходить Killzone, четвертую часть, в плену Сумрака. Я перезаписываю эту серию, потому что первый раз, когда я ее выкладывал, как я и обещал, там слишком тихий звук, поэтому я залью новую, что в данный момент я и хочу сделать. Я покажу вам самую первую главу, она называется Отец. Здесь я уже примерно понимаю, что происходит, мне будет проще комментировать и рассказывать. Первый раз, когда я ее записывал, я был под таким диким впечатлением, потому что я только принес приставку домой и показывал, что к чему, и сложно было комментировать, эмоции слишком захватывали меня. Так, ну что, давайте вы сейчас заодно послушайте нормально эту заставочку, что вообще тут происходит. Слушаем. Война между виктанцами и хелгастами кончилась моментально. Ее назвали Террацит. Миллиард жизней сгинул в Петруситовом пламени, которое превратило Хелган в безжизненную каменную глыбу. Впоследствии стороны пришли к компромиссу и достигли нелегкой договоренности. Выжившим пообещали убежище на другой планете. Векте. Родине тех, кто уничтожил Хелган. Половину планеты отдали беженцам. А виктанцы, жившие там, вынуждены были уехать. Теперь это был не их дом. Это был новый Хелган. Ну вот, собственно говоря, у нас вот-вот начнется сам геймплей. Нам, собственно говоря, показали, что тут произошло, что хелгасты заключили типа перемирия, их переселили на планету с людьми, и там они опять начали творить свою недобрость. Надо было все-таки их убить. Значит так, теперь я понимаю, что здесь происходит. Сейчас я объясню вам. Первый раз я не мог понять, почему играю за персонажа такого маленького роста. Оказывается, мы играем за ребенка. Ну, начинаем за него играть. Ну, ты тоже меня прикрывай. Ладно? Будешь моим напарником. Буду, буду твоим напарником. Пошли. Я иду. Иду, иду, иду бегом. Вот. Собственно говоря, графика в игре очень красивая. То есть, действительно подстать современным играм. То есть, в этом PlayStation 4 здесь себя очень хорошо оправдывает. Как я уже ранее говорил, у PlayStation 4 сейчас очень хороший джойстик. Это DualShock 4. Он очень приятный. По играбельности. У стиков действительно нету мертвой зоны. То есть, достаточно чуть-чуть повернуть стик. И вы моментально начинаете потихонечку перемещать камеру. Посмотрите, какая графика все-таки здоровая. Здорово сказать. Это не навсегда. Мы вернемся. Это Вектор. Это наш дом. Он всегда будет нашим. Запомни это. Запомни. Понял. Постарайся не суметь и держись в дине. Идем. Пошли. В данный момент сейчас мы можем понаблюдать всю красоту вселенной Killzone. Здесь реально очень хорошо оно показано. В данный момент нашему персонажу очень мало лет. В школе. Что такое? Так. Счеты, походу, не успел убежать. Слишком заговорился. У меня сзади ударили. Ну ладно. Ну-ка сюда. Ну да, я забыл на жестовое присесть. Вот. Довольно сложная и запутанная история в этом Killzone. Всех этих Hellgas называют космическими террористами в то же время. Как только появляется возможность их уничтожить, им все равно дают возможность выжить. И они опять начинают все сначала. Все, что они до этого утворили. Неужели люди не учатся на своих ошибках? Я не понимаю этого. Ну, конечно, иначе бы не было четвертой части, если бы они этого всего не додумали. И им нужно было как-то логически перейти от третьей части к четвертой. Поэтому, я так полагаю, им мало что оставалось. Ну, давайте дальше проследуем. Этот персонаж, который перед нами, это наш отец. Давайте посмотрим теперь, что будет дальше происходить. Да, пошли. Кто-то из наших? Кто вы? Откуда вы? И поселитесь. Забы. Так, что дальше у нас? Отличный перевод, кстати. Дублировали очень хорошо. То есть, тут пока что одно удовольствие. К джойстику привыкаешь довольно быстро. У него новая сенсорная панель, которая здесь вскоре проявит себя. Она станет довольно приятным новшеством. В джойстике DualShock 4 у нас встроен динамик. И когда мы будем находить какие-то аудиозаписи, книжки, тетрадки и так далее, из этого динамика, из джойстика он начнет там бубнить все, что там написано. Честно, это довольно неожиданно и очень прикольно. Мне очень понравилось нововведение. Не знаю, насколько уж сильно оно нужно, но какой-то шарм и эффект он точно дает. Так. В данный момент вот с этим вот человеком и со своим отцом мы пытаемся сбежать к стене. Мы пытаемся выбраться из этого города и не попасть на глаза. Халгасом. Спасибо, это твой сын. Я веду его к стене. Тебе пригодится помощь. Ты маршал Тень, да? Почему Халгас-то это делают с нами? У нас был договор. Они же пообещали нас выпустить. Слушай, друг, я тоже не в восторге, но теперь они здесь хозяйничают. Я же сказал, тебе нужна помощь. Проведешь нас к стене. Южный переход закрыли, так что пойдем в обход. И так кучу времени потеряли. Твое имя? Синклер. Я Майкл Келлан. Это мой сын Лукас. Так, мы сейчас выйдем. Держись рядом со мной и постарайся не шуметь, ладно? Ты молодец. Я в тебя верю. Твой отец умный мужик. Пошли. О, тоже. Иначе бы я не играл за этого персонажа. Контрольная точка. Кстати, здесь нельзя сохраняться, к сожалению, когда угодно. Здесь только от контрольной точки до контрольной точки. С одной стороны, это хорошо, но немножко непривычно, конечно же. Особенно после компьютерного геймплея, где достаточно нажать какой-нибудь F6, и вы сохранились. Я смогу. Только он один сможет тут пролезть. Да, пошли. Давай. Так, теперь наверх. Будь осторожен. И сразу же иди к дыре, хорошо? Ладно. Так. Лукас, мы здесь. Да, да, я в худшеме здесь. Ты здорово нам помог, Лукас. Летающий сканером. Пошли. Так. Честно, немножко напоминает такая смесь Half-Life'а 2-го и Last of Us'а. Если кто не играл, это обалденная игрушка, эксклюзив PlayStation 3, советую поиграть. Возможно, я сделаю на нее прохождение или обзор точно. Меня оставил по диким впечатлениям. Но сейчас речь не о ней. Хелгасы, все те же красные очки. Нет. Я сниму его. Все тоже космическое манирование. Не бойся, он оглушен. Ты что творишь? Нельзя рисковать. Нет, я так не согласен. Тебе нужна была помощь? Вот она. Переживать будешь, когда мы выберемся. Пошли. Стена уже близко. Пошли, пошли, пошли. Игра ни грамм не тормозит. Консоль прекрасно справляется со всем, что будет порядок данный момент на экране персонажей и окружающий мир. Она вообще это не чувствует. Количество кадров у нас в предостаточном секунде. Спина рядом, но расслабляться рано. Вы пока ждите тут. Слышал Лукас? Почти пришли. Выточку. Да. Но опять какой-то массовый апокалипсис. Опять не поймешь, что творится. Че-то. Сюда, выеха! Твоюс налево. Ну давай, меня, 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 давай. Это все хреново. Очень. Держи со мной, Лукас. Стойте. Стойте. Нас обещали выпустить. Прошу. Со мной тут сын. Вы безоружны. Стойте. Стойте. Так нельзя. Это и наш дом тоже. Нет! Довольно печальное начало. Но. К сожалению, таково начало. Вот черт. Что теперь со мной будет? Придется мне за тобой приглядеть. Пошли. Нам бы только попасть за стену. Пошли. Пошли. Вот такой вот небольшой пролог про несчастное детство нашего персонажа. Лукас. Ты самый молодой кадет за всю историю нашей академии. Восемь лет спустя мужик-одет. Гордись собой. Твой отец чувствовал бы то же самое. Все, чего хочет наш народ жить в мире. Мы должны оттеснить хилгастов. Перейти через стену. Несмотря ни на что, это все еще наша векта. Однажды ты ее вернешь. Вернешь нам. Кто-то постоянно избивает. Честь, что ты с нами, Лукас. Ты знаешь свою цель. И знаешь, чем грозит провал. На голову тебе наденут мешок. Выведут на стену. В цепях. Осмеют. А потом казнят. Обалдеть. Каждый раз так. Ты не представляешь, как нас тошнит от этого. Жить бок о бок. С теми, кто разрушил нашу планету. Не один ты, Лукас Келл. Думаешь, что это мы преступники? Да я не думаю, я в этом уверен. Так. Ну что, кто придет, спасет меня. Не будет стоять вечно, маршал Тень. Придет Тень, и мы захватим весь ваш город. Удачи. В этот раз так просто не будет. Ну, в чем дело? Конечно, дали в челюсть еще на дорогу. Происходит своеобразный обмен. По высочайшему приказу, не реализари. И в соответствии с восьмым пунктом мирного договора, мы уполномочены освободить и обменять пленку. Причем, не замедлить. Ну конечно, ничего просто так не проходит. Простой обмен это у нас... Нет, это точнее не для нас. Какая-то девка дала нам по щам. Решила, что у нее все-таки кончились по травмам. Пока что действительно ничего не понятно, что здесь происходит. Был какой-то обмен. Как я катался к саморознику. Но. Вот сейчас очень красивая и интересная заставка. Показывает всю красоту мегаполиса в этой игре. Звучит довольно приятная музыка. Вообще, на самом деле, над игрой постарались очень хорошо. Позднее, возможно, в следующей серии я расскажу вам про мультиплеер. Он тоже здесь очень интересный. Правда, ладно, не столько интересный, сколько просто увлекательный. и в этой части Killzone превращается из простой стрелялки в очень стратегическую игру. Не бойтесь, нам не дадут здесь управлять каким-то отрядом или что-то такое. Нет. Здесь вы будете скакать по кнопкам всего джойстика, включая сенсорную панель в надежде выжить, потому что приходит, придется очень много быстро соображать, думать, пытаться понять, что, как применить, потому что возможностей будет много. Только вам решать, что делать, и как пройти, и как вы сможете пройти. сразу предупрежу, игра довольно-таки сложная. Даже на средней сложности я умудрялся в первых моментах, я буквально прошел ее чуть-чуть, буквально две главы, я умудрялся умирать там много раз. В последующих сериях вы можете сами это наблюдать. А пока что давайте сейчас понаблюдаем, посмотрим, что здесь к чему. Действительно сделано все очень красиво, все прекрасно прорисовано, озвучено, оптимизировано. Игра 10 из 10. то что вижу я, разведка не врет. Они против. Но министр придется их убедить. Мне надо идти, извини. С прибытием, Локас. Спасибо, сэр. Я рад вернуться. Парни оценят твой поступок, но это было глупо. Ты слишком важен для операции. Черт, ты слишком важен для меня. Пришлось, сэр. У них не было иного шанса выбраться оттуда живыми. К счастью, мы тебя обменяли. На кого? Псевдоним Эхо. Канцлер Визари очень хотела ее вернуть. Полукровка, но вроде ни в чем не замешан. Вот, посмотри. Ты это уже видел? Переговоры давно сорвались. Власти помалкивают, ищут варианты, но это бестолг. С каких это пор нас интересуют политики? Вот так. Я знаю, что много попрошу после всего, что было. Но ты мне нужен. Мы на грани, Лукас. Один неверный шаг, и все полетит к черту. Я готов, сэр. Мы послали разведчиков за стену. Прослушивание переговоров, наблюдение за войсками. Нужны доказательства, чтобы атаковать. Что случилось? Мы не знаем. Прошло уже два часа, они не вышли на связь. Узнай, в чем дело. Свяжись со мной, когда найдешь отряд и заберешь данные. Хилгасты знают про нас, главное не подставиться, не оставлять следов. Я доверяю это дело тебе. Вот уж то, что следов, по-моему, мы наставим достаточно. Итак, глава вторая, называется Тень. Нам дают лишь один ножик. Сейчас будет проходить вкратце обучение боевое. Так, куда идти-то? Куда? Метка-то показывает, что туда... А, в канализацию, что ли? Нет. Понятно. А, вот сюда. Так. Пульсар, это тень 18. Я проник внутрь. Отлично, 18. Теперь найди контейнер со снаряжением. Вас понял. Сейчас найдем. Так. Сюда. Куда дальше? Чё-то, походу, зря я сюда залез. В этой игре довольно непривычно. Можно залазить в те места, куда в предыдущих частях нельзя было. Персонаж у нас довольно подвижный и может на приличную высоту забираться. Иногда ты немножко теряешься, когда вроде стоишь у стены и некуда идти. Думаю, что пик, а на самом деле нет. Дойди к стене и посмотри, какая будет подсказка. Так. Давайте посмотрим, что дальше. Да, у нас есть такой своеобразный радар, которым тоже интересно пользоваться. Он не просто определяет различные камеры и противников, он также может и попалить вас, если вы чуть-чуть будете дольше пользоваться им, чем нужно. Но об этом расскажут позднее. Все-таки перепрыгнули. Так, куда дальше? Вот сюда. Давайте сюда перейдем. Так. У них тут не отпечатки пальцев, у них тут отпечатки руки по локоть. Довольно забавно. эхо-локатор. Да, вещь полезная. Почти получил. ну, неважно. Эй, ты, ты что делаешь? Да, что такое? блин, Че-то попался найти камеры. Понятно. Главное, на них не попадаться. Есть. Странно, почему нельзя в данный момент подбирать оружие хэлгастов. То ли это просто так задумано, то ли просто, чтобы не привлекать лишнее внимание стрельбой, и это задумано как стелс-миссия. Угу, понятно. Сюда вроде его. Так. Нас учат, как метать нож. Интересно, получится с первого раза или нет. Ну, попробуем. получилось. В принципе, ничего сложного. Ну, довольно зрелищно. Так, оружие пока не дают. Ничего пока не дают. Идем дальше. Так. Давайте откроем эту дверь, посмотрим, что там дальше. Противник. Система OVL, или как я называю ВАЛИ. Вот это то самое интересное нововведение. Тут дело вступает как раз та самая сенсорная панель. Проведя пальцем в определенные области, мы включаем тот или иной ее режим. То есть это атака, щит, кинуть трос, куда можно переместиться в необычные места сверху вниз. Вот. И задействовать что-либо. Так. То есть давайте поделаем вот допустим сделаем трос щит. Я просто продемонстрирую. И она стоит и впитывает большую часть урона. Вообще вещь очень полезная. Чего назад назовем. Она также может нас реанимировать. В случае чего у меня есть свой такой индикатор в левом верхнем углу, который показывает насколько она заряжена. Еще она очень нужна будет для отключения сигнализации. это чуть позднее. Это вообще очень геморно все будет. Ну по крайней мере для меня это казалось очень геморным. Так. Куда дальше? Давайте сюда. Сюда. Посмотрите какая все-таки графика обалденная. Честно не нарадуюсь. Как солнечные лучи сделаны. Ёлки японский бога. Так. давайте на атаку. Вперед. Она вполне неплохо стреляет. Но опять же могут тоже поранить. Ну вот видите она пошла заряжаться. вырубили. Но она все равно рано или поздно воскресает возле нас. И снова можно пользоваться. Главное чтобы она не разрядилась в момент когда вас убивают тогда она к сожалению не сможет вас реанимировать. Вот например вот так. К счастью была контрольная точка. Да. Я забыл что здесь нужно кинуть трос. Давайте еще разочек. Повторим момент. Честно в такие моменты трос там впрочем сложно привыкнуть потому что ну силу привычки заставляет пользоваться только патронами и оружием но поверьте здесь этого не хватит. Так давайте сделаем трос нашел контейнер с боеприпасами принято 18 Так ну что пошли дальше вот вы видите посмотрите на эту елку как солнечный вы видите и это все справляется приставка это далеко не на все что она способна я честно никогда не жалею что купил себе playstation 4 несмотря на то что игр для нее сейчас мало их кстати довольно дороговато на мой взгляд но эксклюзивы покупать реально стоит больше вы в них нигде не поиграете так куда дальше так пом сюда нам вон туда пока что мы не дотягиваем всем по тросу зато наверное можем дотянуться куда нибудь сюда да к сожалению этот угол надо поймать когда в правом в правой стороне сгорится стрелочка что мы можем кинуть туда трос то есть мы находимся типа под правильным углом а еще ниже надо понятно наверно отсюда можно так вот видите можем отсюда нас вот уже попалили уже попалили нас вы видите и включили странную сигнализацию что я больше всего терпеть не могу чтобы отключить нужно подобраться использовать вали и не дать им прервать этот момент видите как быстро убивают и убили давай вали 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 анимируй меня так пинули ножик что такое можешь еще раз меня реанимировать давай 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 если ей не пользоваться щит включить убить какие не сильно это из-за того что сигнализация сработала вот так вот и теперь меня уже не реанимирует ладно дальше будем пробовать уже в следующей серии вы посмотрите как и что там происходит я рад что я смог переснять первую серию вы послушали хотя бы самое начало спасибо всем кто меня смотрит подписывайтесь на мой канал всем давайте всем спасибо пока